Известный во всем мире и глубоко почитаемый в определенного рода кругах британский певец Элтон Джон не раз признавался в своей нелюбви к интернету. Так в своем интервью таблоиду The Sun он заявил, что интернет уничтожает музыку и мешает людям общаться, а также встречаться и заниматься совместным творчеством. А в качестве выхода из сложившейся ситуации Элтон Джон предлагал попросту запретить глобальную сеть. Это точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. Думаю, посягну название капитана очевидность, если скажу, что в интернете можно найти много всего интересного. Взять хотя бы русский алфавит. Нет, конечно же не юзеры его придумали. Однако ничего не помешало им создать свою демо-версию азбуки. Из курса начальной школы мы на всю оставшуюся жизнь усвоили, что А это арбуз, а Б барабан или белка. Спасибо за это, школьные азбуки. Но времена меняются, мы пересели со школьных парт за компьютерные столы. И для тех, кто проводит много времени в интернете, актуальна другая азбука или, если угодно, ее демо-версия. Первая буква алфавита презентует операционную систему Android. А вместо барабана теперь висит слово праунер. Каждый уважающий себя юзер должен знать о существовании википедии, что на букву В. И куда же без поисковика Google, что на букву... Ну, в общем, логику вы уловили. Ставший культовым еще до своего массового производства Йо-мобиль красуется рядом с Йо-буквой. А букву Ж будто с издевкой дублирует аббревиатуры ЖЖ, что расшифровывается как живой журнал. Есть в этой азбуке и смайлик с Твиттером, и упячка с Фрименом. А единственный реальный персонаж в интернет-азбуке – это основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг под буквой С. Зойч, который не так давно помогал продвигать Олимпиаду в Сочи, теперь продвигает букву З в азбуке. И последние три гласные Эй-Ю-Я современного жутливого алфавита достаются, соответственно, Эплу, Ютубу и Яндексу. Хотите изучить азбуку? Заново набирайте в поисковиках «Интернет-азбука». Интернет-портал нашгород.ру запустил новый сервис «Попутчики». Отныне пользователи могут не ездить на общественном транспорте, а договариваться о совместных поездках и подвозить друг друга. Сервис может стать полезным для тех, кто устал добираться на работу в переполненном автобусе. Чтобы им воспользоваться, нужно добавить свой профиль в колонку «Готовый составить компанию». А для автомобилистов со свободными местами в машине существует другой раздел под названием «Готовый подвезти». Создатели сервиса советуют не забывать указывать свой маршрут из точки А в точку Б и время выезда и прибытия. Все пожелания попутчиков в отношении пассажиров и водителей можно указать дополнительно. Связаться с выбранным попутчиком можно через личные сообщения. Интересные дела творятся в английском графстве Somerset. Краденые ноутбуки не желают подчиняться воле незаконных хозяев и сами находят своих прежних владельцев. Так, у одной британской студентки еще летом прошлого года похитили ноутбук. Преступником оказался 19-летний парень по имени Растин. Но вовсе не доблестная английская полиция вышла на след похитителя. Сам ноутбук поведал хозяйке о месте своего пребывания. Мало того, он скинул на электронную почту фото преступника. Все это благодаря программе Prey, установленной в свое время на ноутбук. Программы, подобные ей, позволяют владельцам устройств следить за их положением, узнавать координаты точек Wi-Fi, к которым подключается компьютер, а также при необходимости при наличии веб-камеры, получать на электронную почту и фото окружающие его обстановки. По данному делу уже состоялся суд, который приговорил похитителя лэптопа к выполнению общественных работ и соблюдению комендантского часа. Это была программа Точнее.ру. Раньше, если вы помните, выпуск обычных новостей, как правило, сменялся новостями спорта. Почему бы нам не переместиться, к примеру, на соревнования по тяжелой атлетике? Стоять! Субтитры сделал DimaTorzok